ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И это дорогого стоит. Итак, правильно ли я понимаю, что 12 лет назад вам поставили диагноз? В 2008 году нашли метастазы в лимфоузлах и поставили диагноз беспигментная меланома. Тогда была проведена операция по удалению метастаз. Это был август 2008 года, июль-август 2008 года. Вот диагноз звучал как гром среди ясного неба, да? Не было никаких предпосылок? Нет, предпосылок никаких не было. Ну, как сказать, были жар, температура небольшая, 37,5, лихорадило иногда. Но когда ты работаешь, ты это не замечаешь. Это кажется как простудное заболевание, либо какие-то ещё отклонения. Но, честно сказать, когда поставили диагноз, я тогда сестре сказала, говорит, это единственное, что меня могло остановить, потому что до этого были и пневмонии, и киста в головном мозге. Но это как бы ничего не способствовало. То есть вы лечились и дальше работали, да? Вы ещё мама двоих детей, я так понимаю. На тот момент, да, ну, как бы сейчас мама двоих детей, они тогда маленькие ещё детки были. То есть о себе особо сильно не задумывались, да? Главное, нужно было что-то трудиться. Честно сказать, работа, семья, да, и всё как бы. Как, в принципе, в большинстве случаев, да, современная женщина, ну, да, немножко там покашляла, да, немного там... Нет, как-то просто у нас ипотека как раз была, у нас там очень много кредитов было, и надо было зарабатывать деньги. Муж у меня творческая личность, он как бы финансовый, как бы... Понимаю. То есть источником была я. История, сейчас люди слушают и могут сказать, да, но история очень как бы знакомая многим. Да, и вот вам сообщили, что такой диагноз... Давайте я расскажу, как это произошло. Вот, знаете, короче, меня срочно положили в больницу. А, точнее, как получилось, я начала делать себе справку, оформлять в санатории, и у меня нашли лимфоузел подмышечный. Увеличенный. Увеличенный, да. Мы его стали лечить, якобы, что это может быть какое-то простудное заболевание, плюс был бронхит. Когда этот лимфоузел не смогли выключить, там, антибиотиками, горячими онколами, отправляли хирургу, хирург, посмотрел, такой, у тебя есть какие-нибудь удаления, были операции на руке? Я говорю, ну да, год назад мне удалили опухоль на пальце. Причём это была такая фиброма на четвёртом пальце левой руки. Мы удалили лазерем, никакой гистологии не сделали. Впоследствии это оказалось... В платной клинике, причём это я делала, да, вот как раз они и дали метастазы. Это была меланома. Только мы на тот момент даже и не подозревали, что это была меланома. То есть вот если бы год назад, удалив вот это образование, послали бы на гистологию, то тогда этот год бы вы не потеряли? Ну я бы не то, что не потеряла, я бы просто начала бы раньше лечение. А то уже просто дошло уже чуть ли не до четвёртой стадии всё это. И поэтому уже как бы шансов на выживание было очень мало. И очень как бы лечение было очень такое... Сложное. Вот, и когда я попала в больницу, вот я только тогда сделали пункцию, меня в срочном порядке, через два дня отправили в больницу на операцию, и вот только тогда я увидела злокачественное образование, рак четвёртой стадии по знаком вопроса. Этот диагноз как изменил вашу жизнь? Первое, все стадии прошли, да? Начиная с того, что не может быть. Нет, я бы, наверное, сказала, вначале страшно было, потому что показывать нельзя было всем остальным. Я же оптимистка. Очень. То есть хотелось держать лицо? Да, гордость, лицо, боевой характер. Боевой характер. Вот. И, честно сказать, я когда уже все легли в палате спать, я тогда дала волю слёзам в первый раз. И, наверное, как бы очень... Думаю, я тоже не ревела. Я тогда поревела, и мне тогда приснился сон. Папа приснился, который умер 10 лет, ровно 10 лет от рака лёгких. Вот в этот же дату 10 лет было. Вот. И он приснился тогда, дал мне выбор. Лес дремучий или поляна солнечная с счастливыми людьми. Вот. Я на тот момент выбрала лес, потому что именно это жизнь. Вот этот дремучий, который не знаешь, куда пойдёшь, не знаешь, что тебя ждёт, где полянка, а где овраг и всё тому подобное. Это как раз история из картинок подсознания, да? Да. Я бы сказала, что подсознание меня начинало вытаскивать из этого состояния. И вот как бы здесь вот ситуация выбора жизни, я уже знала, что будет всё хорошо. То есть вот после этого сна, после вот такого внутреннего разговора с самой собой, да, настроя на то, что да, диагноз, да, страшный, да, четвёртая стадия, и в нашей стране это ещё та история неизвестности, да? Тут, понимаете, ещё тем страшно, это меланома. Она считается как рак. Одна из злокачественных форм. Она считается рак, королева рака. Она в плане того, что она непредсказуема, она себя не знает, как с её повести. Она может 10-15 лет быть, ничего себе не давать, а потом как бы во все органы дать. Причём её не знаешь, как лечить. Химия, она не поддаётся, облучение, она не поддаётся. Там только иммунотерапия, которая только недавно её привели. А это было лет 12. Ещё тогда не было почти толком. Вот. Её только-только начали внедрять. Это я помню, крачу пришла уже после операции, говорю, может ли мне иммунотерапия? Он такой, это чёрная лошадка, я не знаю, как она себя поведёт. Ну, я-то её хочу, ну, я тебе её не рекомендую. И вот мне пришлось даже через Москву всё это выбивать, это всё как бы искать врача. Мне удалось познакомиться с врачом Блохина, который мне назначил учение. А вот это, Анна, вы делали самостоятельно? Или у нас есть какие-то программы, которые тебя сопровождают? Да. Тогда было самостоятельно. Самостоятельный труд, да? Да. Очень просто как бы попадаешь на людей, которые тебя хотят обмануть, и клиники, которые с тебя выводят деньги. Как раз тоже там ситуация была, что попала в клинику, я как бы тоже за иммунотерапией. Ниц, это в Москве было. Консилиум тогда провели. Ну, такая, где надо подготовительное исследование? Я говорю, какое? Вот, каждый день раз в неделю надо два укола, две капельницы делать, и потом как бы всё это стоимость будет месяц составлять 100 тысяч рублей. Когда я уже встретилась в Блохина с врачом, то тоже так случайно, как бы всё так получилось. Я позвонила в качестве «я хочу быть вашим экспериментом». Вот, познакомились, он мне назначил как иммунотерапию. Я тогда реоферон 3 миллиона принимала, вот, каждый день, да. Он мне показал, как это лечить. Говорит, никакого не надо было тебе подготовки делать, это всё просто вывод денег. Это от того, что человек находится в состоянии кризиса, паники, он не владеет информацией, готов довериться каждому, да, кто только пообещает, что он может помочь. Да, к сожалению, это правда. Психологическое такое, да? К сожалению, это правда, и у таких товарищей достаточно, как бы, в своей практике. Но я встречала, как бы, к вам. Скажите, пожалуйста, вот лечение проходили и в нашем онкологическом центре, да? У нас здесь операция была, мне здесь поставили диагноз. И как бы я здесь и лечу сейчас, на данный момент. И сейчас я слышала о том, что очень хорошее современное оборудование есть, великолепные специалисты. Ну, вот смотрите, как бы два года назад, то есть я 10 лет прожила в ремиссии, два года назад мне поставили метастазы в печени и в лёгких уже пошли. Во-первых, да, я, наверное, одна из первых стала получать иммунотерапию очень дорогостоящего лекарства. Это такие труда, которые, как я знаю, не во всех городах её выдают. Это очень дорогое лекарство. И вот это при нашей ситуации, как меланома, оно очень способствует лечению. Вот, во-вторых, у нас поставили сейчас ПЭТ-КТ. Вот тоже приходилось ездить в разные города, Москва, Питер, Казань, чтобы пройти это ПЭТ-КТ. А это всегда так затратно, да, и эмоционально, и физически. Оно, во-первых, очень дорогое, как бы если ты проходишь это платно, а если это бесплатно, то да, это надо через код и всё, это добиваться через Министерство здравоохранения и всё остальное. Поэтому, да, затратно и тяжеловато. И, во-первых, оно очень такое тяжёлое лекарство, тяжёлое исследование, но оно как бы даёт не стопроцентную гарантию, но оно более близко к тому, чтобы выявить метастазы в органах во всех, причём там полностью организм исследуется. Очень хорошее лечение. Скажите, пожалуйста, что поменялось с постановкой диагноза? Вы поменяли работу, вы изменили образ жизни. Я изменила своё мировоззрение, скажем так. Вот, работу я не поменяла, я до сих пор этим же занимаюсь. Я как бы пишу дипломы, курсовые студенты. Это, кстати, единственное, что... Ну, не единственное, это меня очень хорошо отвлекает от мыслей плохих. Поэтому спасала какое-то время. А так, мировоззрение, я стала к жизни просто по-другому относиться, к людям по-другому относиться, прощать стала очень много. То есть, понимаете, как это объяснить? К неприятностям относишься как к урокам. То есть ты в каждой проблеме ищешь свои плюсы. Зачем тебе это дано? Зачем тебе дана была эта проблема? Зачем тебе дана была онкология? Я даже в своей онкологии нашла кучу положительных моментов, которые я просто приняла и даже благодарна. И я бы сказала, честно сказать, я с онкологией как бы с уроком больше дружу, чем я с ним борюсь. Почему, даже объясню, я в этой ситуации всегда вспоминала мультик «Улыбка». То есть онкология – это ты сам. Бороться против себя – это практически нереально. Это просто надо с тобой, с самим собой подружиться. принять то, что ты есть, полюбить себя такого, какой ты есть. Онкология, она мне даёт в своё время такие значки. Надо где-то отдохнуть, надо где-то расслабиться, надо перестать нервничать, потому что я только начинаю нервничать, сразу начинаю болеть. Значит, где-то надо успокоиться, убрать свои раздражители. Как-то вот эти моменты, они меня и спасают в своё время. То есть жизнь для меня – это сейчас, это мгновение, это я радуюсь каждой природе. То есть мне нравится любая погода, какая она ни была. Лидаешь за городами, путешествуешь, знакомишься с людьми, нравится всякое общение. То есть ты уже просто по-другому смотришь на жизнь. Не на как врага, а как на борьбу над... А как такое интересное приключение какого-то рода квест. Да, вот сейчас вас слушаю и понимаю, что в этой истории, наверное, не только история ваша, но и вас окружали люди. Как вообще приняли родные и близкие ваш диагноз? Было ли ощущение поддержки или было ощущение непонимания, жалости? Что здесь испытывали? Вы знаете, мне сейчас просто напомнили ситуацию, когда я только после операции, 12 лет назад, приехала к своим подругам, и у меня такая моя напарница такая выдала, «Ты когда снимешь маску?» Я такая смотрю на нее, какую маску? Ну хватит улыбаться, тебе же плакать надо. То есть непонимание это, конечно, было, потому что я до сих пор это наблюдаю. То есть люди видят меня жизнерадостную и не понимают, то есть подожди, ты должна быть болеть, ты должна страдать, а почему ты улыбаешься? Да, ты должна быть в роли жертвы, а ты почему-то улыбаешься. Значит, ты не болеешь, значит, это все неправда, значит, ты всех обманываешь. То есть людям было очень сложно понять, что это твой осознанный очень выбор, что ты выбираешь жить с диагнозом, но при всем при этом не играть ту роль, которую ждет от вас социум, да? Надя, вот смотрите, два года назад, когда мне поставили метастазы в печени, в прогнозах было, что максимальная выживаемость – это два года. Два года – это летальный исход. Два года прошло удачно, можно сказать, попало в 4-5% выживших при таком диагнозе. Понимаете, лучше жить с удовольствием, чем умирать и страдать от этого. Вот правда, ну было такое, да, было такое, что я не вставала, я лежала в лёжку, у меня была там и температура, и сын боялся, убегал в аптеку и говорит, «Мам, я боялся, что я не успею, и ты умрёшь в это время». Аптека буквально рядом находилась. Он в школу не ходил, он пропускал занятия, когда мне было совсем плохо. Было, но тут вставала, действовала и шла дальше. Никогда нельзя себе позволять себя жалеть. Вот эта установка помогает даже в самые сложные моменты, да? Да. Ну, понимаете, жалость – это не моё. Я уже разучилась, наверное, жалеть и других, жалеть себя. И, по сути, хочешь жить – иди, двигайся, хоть маленькими шажочками, ты должна двигаться вперёд. Вернёмся всё-таки к вопросу про окружение. Как-то сильно изменилось окружение людей? Ну, конечно. Трансформировалось, да? Да, конечно. А кто-то ушёл, кто-то не понимал, кто-то не стал поддерживать, кто-то наоборот… Ну, во-первых, я развелась и с мужем, со своим. Это тоже как бы тут небольшое знамение, между нами было непонимание. Мужчины, вообще, честно сказать, очень сильно боятся этот диагноз. Не то, что диагноз, а вообще боятся онкологии. И очень часто слышишь даже не у себя, а у девчонок, у других, здоровых много, зачем ты мне больная? Мало того, я хочу заметить, что… Вот я посмотрела статистику, да? На втором месте стоит страх среди взрослого населения. Это страх онкологии. Потому что это считается смертельным диагнозом, и от него могут умереть, понимаете? И, правда, сгорают очень часто люди. И, по сути, это говорят везде, и по телевизору, и в фильмах, и всё остальное. К сожалению, у нас не говорят, что кто-то прожил 20 лет, кто-то прожил 30 лет. Мы молчим, потому что мы боимся, чтобы нас не сглазили, понимаете? Чтобы у нас диагноз дальше не пошёл. И вот людей, которые выживают долгое время, они просто стараются молчать и об этом не говорить. И поэтому у людей создаётся впечатление, что все, кто болеет раком, они все умерли. Да, таких историй с счастливым хэппи-эндом мы встречаемся как бы не так часто. Ну, можно сказать, даже редко. У нас, наверное, одна Дарья Донцова такой пример, которая 20 лет живёт с онкологией. С раком груди почти четвёртой стадии. А так больше вот, ну, кого, практически никого не знаем. Аня, как ваш диагноз повлиял на ваших детей? Им пришлось рано взрослеть? Я бы сказала бы, да, они стали более мудрее, чем другие дети, их несверстники. Сын, я бы сказала, он мой психолог-философ, то есть мне иногда не с кем пообщаться, я вызываю его к себе, и мы тут сидим, общаемся. Довольно такой неплохой психолог стал за это время. То есть получается, что, смотрите, они так же, как и вы, проживаете в течение 12 лет? Они проживают и смотрят, как мама? Нет. Нет. Нет? Сын сказал, говорит, я последний только об этом твоем диагнозе узнал, наверное, последние два года. Дочка примерно, она знала об этом, но они со мной не проживали это всё, потому что я, ну, как бы я не показывала, что тут есть какие-то проблемы. Мои проблемы, это мои проблемы. И они со мной это не переживали. То есть вы до последнего продолжали быть весёлой, счастливой мамой? Я и до сих пор мама счастливая. И у детей, в общем-то, вы давали детям ощущение, что, ребята, всё хорошо, жизнь идёт своим чередом. Я давала ощущение, что всё можно решить. Любую проблему можно решить. Есть и ситуация, есть и любой выход. Поэтому, ребята, давайте двигаемся, и всё у вас получится. У меня как бы даже такая с сыном ситуация, когда говорит, Наня, надо сдавать экзамены. Говорит, ну, мам, ты же в меня веришь. Ещё бы. Да. И тут уж прямо нельзя никак противоречь, потому что это ж моё мировоззрение. Конечно, верю, да? Конечно, верю. Хотя ты лентяне. Без веры в себя, без веры в тебя, да? Как двигаться дальше? Ну, на этом строятся все наши желания и стратегии. Знаете, как строятся желания у меня, например? Вообще, как я поняла смысл всего заболевания, это как бы программа. То есть ты какую себе мысль в голове построил, а ты её запускаешь, и она дальше двигается. И также лечение. Вот все экстрасенсы, все знахларки, можно сказать, даже вот эти чудесные лечения происходят в плане того, что ты в это начинаешь верить, ты делаешь какой-то ритуал, он срабатывается, и потом происходит лечение. Ну, это, в общем-то, законы работы нашей психики, да? Ритуальность, программирование. А также и желание. Просто загадывая желание, его отпускаешь и стараешься перезагружаться на другую мысль. Думать о другом, об этом не вспоминать. Это вот реально как программирование. У меня дочка программист, она сейчас и диплом как раз будет писать по программированию. Я немножечко усвоила эти... Алгоритмы? Алгоритмы, да. То есть ты как программу пишешь, вот ты какое-то действие делаешь, и её запускаешь. Если ты будешь постоянно её пересматривать, эту программу, то в результате создастся ошибка. А эта программа может пойти и против тебя, то есть создастся какой-то вирус. Поэтому лучше раз отпустить и всё, и забыть про это. Аня, кто же всё-таки поддерживал? Я поняла, что поддержка своя собственная, но есть имена людей, есть люди, которые действительно... Есть, конечно. Это мои дети, это моя сестра, мама, подруги, Машка, Ленка, которые со мной работают. Сейчас новое у меня окружение очень интересное. Я сейчас занимаюсь йогой. Это Наташа Кузьмина, Катька Караваева, Белка Бранова, то есть психолог, который... С ними познакомил меня, Людмила Гордина, то есть девчонки. Так что парни в прошлом году, в 19-м году, когда я заболела, у меня уже пошло вот как раз с метастазом. Тогда я познакомилась со Славиком Митилёвым. Мы с ним в конце, где-то в сентябре, организовали даже театр для онкобальных детей. Он у нас работал почти полгода, к сожалению, с пандемией всё это закрылось. Так что есть ребята, которые меня поддерживают. Есть люди, которые новые приходят в вашу жизнь, которые рядом, разделяют ваши взгляды, ваш оптимизм. Да, которые следят за мной. Отлично. Не дают мне это. Ставят поделиться. Какие планы? Планы? Да. Боитесь планы строить или не боитесь? Ну, я стратег. Поэтому я не строю на год планы, то есть я больше в стратегическом планировании. Я сейчас пишу сценарий, хочу его дописать, у меня всё как-то не получается. Хочу поставить на него спектакль. Спектакль, это как бы сценарий, называется «Разговор души и разума». А на аудиторию детскую, на взрослую? Она больше на взрослую. Там именно разговор о себе больше идёт с самого рождения и до последних дней. И вот свои все мысли, все своё заключение, то есть там больше идёт диалог между умом и разумом. Вот такой вот сценарий. Половина написана, половину никак не могу дописать. Ничего. Я думаю, что обязательно допишите. Хочу ещё создать в планах реабилитационно-онкологический психологический центр. Вот помогает онкобольным. Потому что я знаю, как им надо помочь примерно, что их надо отвлекать от своей вот этой онкологии. Их надо как бы повышать свою самоуверенность, самооценку. А это можно сделать с помощью творчества. Рисование, пение, арт-терапия, даже театр. И всё в таком духе. То есть благодаря вот этим мероприятиям, то есть как бы вот этим, йога, всё остальное. Человек берёт ресурс, да, и этот ресурс используют для выздоровления. Понимаете, они просто, когда онкобольные, мы же зацикливаемся в себе. Мы же никого не слышим. Вот вы говорите, кого кто помогает, да, мы же иногда просто никого не слышим. Только сам с собой вот этот идёт разговор. И иногда просто из этого надо вытаскивать, либо переключать человеку. Слышу вас. Скажите, пожалуйста, какие принципы вы за 12 лет для себя уже прямо, можно сказать, прожили, выработали и готовы делиться? Поделитесь с нашими слушателями, что способствовало и способствует вашему выздоровлению? Ну, вчера даже с сыном готовились к этому. Так, первое. Неважно, сколько мне осталось, я продолжу жизнь. Отлично. Второе. Я просыпаюсь, значит, я абсолютно здорова. И в моих силах всё исправить. Мне не страшно умирать, так как жизнь прекрасна своими эмоциями и чувствами. Это, кстати, реально, я просто не хочу на этом немножко остановиться. Побывав в состоянии смерти, ты понимаешь, что там айфория, там классно. Но здесь классно вот эти чувства ветра, еды, вкус. Рассвет и закат. Рассвет и закат. Да, то, что нам даёт тело, да? Да. Да, только через тело. Этими надо наслаждаться, вот этим ты богат, и это надо любить. Если тебя осуждают, надо понимать, что это мысли других людей, и к тебе никакого отношения это не имеет. Так. Ещё есть, да, выводы, которые вы для себя сделали. Жизнь не хочет тебя убивать, она хочет тебя чему-то научить. Поэтому всем неприятностям я отношусь как к урокам. А к людям-учителям в каждой проблеме ещё свои плюсы. Лучше несколько иметь мнение врачей, чтобы быть компетентным в своей болезни. Также я рекомендую слушать себя, внутреннюю интуицию и тело. Тело тебе само подскажет, что надо кушать, какую диету надо соблюдать. Вот ты прямо в магазин заходишь и видишь, я хочу это, тебе это реально помогает тело. То есть доверять, да. Когда тебе надо отдохнуть, когда ты болеешь, и тебе надо обратиться к речу, что с тобой происходит. То есть надо слушать себя и интуицию и тело. Позволять быть себе ребёнком. Удивляться, быть любопытным и к работе, и к решению всех проблем относиться, как к вас тут. Вот я уже говорила. Во всех непонятных ситуациях стоит либо лечь спать, либо заняться другим делом. Ответ придёт во сне потом, в следующий день. Анечка, скажите ещё, у нас просто заканчивается время, да. Какие рекомендации вы бы дали близким людям, если в их окружении есть человек, страдающий онкологией? Вот честно сказать, я бы так вот... Сама этот вопрос порекомендала. Так, а во-первых, никогда не жалеть. Понимаете, если вы впадаете в чувство вместе с ними сочувствия и жалости, вы создаёте ту плесень в этом сером углу, и он начинает больше развиваться. Поэтому надо создать солнечный свет. То есть для этого вытаскивайте людей, которые болеют онкологией, на шашлыки, на любые мероприятия, сделайте их жизнью сказкой, начинайте исполнять их мечты, заставьте, дайте им иску жизни, которую они потеряли. Вот это самое главное. Ни в коем случае не жалейте. То есть будьте рядом, да, и будьте тоже на позитиве по возможности. Ну, на позитиве. Просто дайте им исполнять их мечты, отвлеките их от их болезни, а не поддерживайте эту болезнь. Держите в фокусе жизни, а не смерти. Ну что, спасибо большое. Сегодня мы рассказывали историю жизни или диагноз, как заново научиться жить. Аня, спасибо вам большое за вашу историю, за ваше отковение. И крепкого здоровья, любви, счастья и удачи. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». До новых встреч. До свидания. Практическая психология.